Открытие сектора редкой книги стало еще одним знаковым событием, приуроченным к 500-летию белорусского книгопечатания. Для участия в торжественном мероприятии были приглашены почетные гости в лице представителей вертикали власти, дипломатического корпуса, а также руководства столичной национальной библиотеки. Сохранение наследия, духовного наследия нашей страны, нашей Родины, это, наверное, ничего ценнее быть вообще, наверное, кроме жизни. Это, наверное, уже как доктор добавлю. Наверное, нет. Поэтому, естественно, эта работа, которая проделана сотрудниками библиотеки, она достойна уважения. Конечно, огромное спасибо и от власти тем людям, которые зарабатывают деньги, ими тоже делятся и делятся ради того, чтобы действительно сохранить нашу историю, сохранить наследие духовное наше, книги сохранить. Книги – это действительно история, и это история живая. Если каждый регион будет восстанавливать вот такой, пусть небольшой, фонд редких книг, которые имеют к нему отношения, это будет восстановление, напоминание, желание помнить, кто мы есть, откуда и зачем. И это самое главное. Порядка полутора тысяч редких книг и документов. Относительно немного в масштабах учреждений культуры. Однако и немало для того, чтобы по-новому взглянуть на историю своего региона. На полках соседствуют отдельные страницы знаменитой Брестской Библии середины XVI века и церковные книги начала XIX, издания философских размышлений Синеки и географические атласы времен Российской империи. Языки от традиционного русского, белорусского, польского и украинского до эсперанто. Все то, что читали на Берестейских землях на протяжении столетий. Что-то приобреталось за счет бюджетных средств. Что-то приносили в дар неравнодушные обрещания. Например, аутентичные листовки 1917-го и даже первый номер знаменитой газеты «Искра» 1900-го года. Эти экспонаты вошли в первую выставку сектора, посвященную столетию революции. Специальные подарки для нового подразделения подготовили и меценаты, в частности предприятие «Санта-Импекс». Одна из сенсаций сегодняшнего дня – это рукопись, посвященная Вольнянскому монастырю, инвентарит Вольнянского монастыря, который существовал, вернее, с 1632 года в Барановичском районе Брестской области. Сначала он был базилианским, потом унянским и стал, в конце концов, православным. Великолепный, крупный монастырь, при котором имелась школа. Нам эти документы интересны прежде всего тем, что это на сегодняшний день самая старая в мире рукопись, касающаяся истории Брестской области – 1645 год. Теперь для того, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к истории, не нужны специальные разрешения. Пропуском в сектор будет служить обыкновенный читательский билет. Ознакомиться с эксклюзивной литературой выразило желание несколько организованных групп. Запись на экскурсии уже открыта. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бухтв.